Ровно год назад на базе объекта строительной компании «Зелёный сад» в Шумыше открылся УФИЦ-3, исправительный центр управления ФСИН России по Рязанской области. Застройщик первым в регионе стал взаимодействовать с ведомством в части расширения сети исправительных центров на территории региона. Трехэтажное здание более 880 квадратных метров, где созданы все условия для комфортной жизни. Здесь и спортивные площадки, и футбольное поле, и зоны рекреации. Можно отдохнуть, созерцая фонтан и наблюдая за забавной белочкой. В исправительном центре в Шумыше продумано все до мелочей. Кухня, оснащенная всем необходимым, комфортные спальни и даже богатая библиотека в тысячу изданий. Есть у отбывающих здесь наказание доступ и к электронным книгам. На сегодняшний день центр в Шумыше является эталоном среди других исправительных центров. В ходе рабочей встречи с руководством группы компании «Зеленый САС», руководством УФСИН России Паризанской области, было принято решение о передаче УФСИН России Паризанской области безвозмездное пользование данного здания, для чего она была реконструирована, облагорожена территория, оборудована всеми соответствующими, согласно соответствующих норм, требований, приказов УФСИН России и передана для участка, для содержания 50 осужденных. Компания оснастила центр всем необходимым, закупила технику даже сверх предписанных нормативов – холодильники, СВЧ-печи, электрические чайники, плиты, мясорубки, наборы посуды, увлажнители, дезинфекторы, гладильные доски, годовой запас средств для стирки, уборки, книги, проигрыватель виниловых дисков и диски к нему. Для создания уютной обстановки жилые помещения украсили цветочными композициями из суккулентов и картинами известных русских художников на патриотическую тематику. Во дворе разместили агитационные плакаты о пользе здорового образа жизни. На сегодняшний день в исправительном центре номер 3 содержится 55 осужденных. Они официально трудоустроены в группе компании «Зеленый сад», работают на различных строительных объектах компании. Средняя заработная плата составляет 40 тысяч рублей. Многие проходят обучение и осваивают новые рабочие профессии. В рамках взаимодействия по привлечению осужденных принудительным работам к труду УФСИН по Рязанской области с 2019 года взаимодействует с одной из крупнейших строительных компаний, группой компании «Зеленый сад». На сегодняшний день порядка более 200 осужденных трудоустроены на строительных объектах организации. Привлечены в разных сферах трудоустроены на должностях каменщики, бетонщики, арматурщики, стропольщики. Благодаря данному проекту застройщику удается выполнять больше профильных задач, увеличивать объем завершенных работ и сокращать срок до сдачи объектов в эксплуатацию. Я работаю в «Зеленом саду» в должности монолитчика. Это первый опыт в моей жизни, вот такого формата работы. И я считаю, это приличный вариант. У меня получается, мне нравится, и дальнейшее будущее, я думаю, связываю непосредственно с этим. По итогам работы за один год, с момента открытия, 17 человек после условно-досрочного освобождения продолжили трудиться в группе компании «Зеленый сад». Они прошли важный этап социализации и получили хороший старт для возвращения к закону послушной жизни. Александр переведен в исправительный центр из колонии строгого режима, и отбывать наказание ему осталось совсем недолго. Шесть дней, семь дней я прошел условно-досрочное освобождение посредством как раз-таки «Зеленого сада», администрации. Администрация и «Зеленого сада», руководство идет навстречу и как бы иногородним предоставляет все условия. Это очень удобно в сущности. Тебя уже все знают, коллектив, руководители. Шанс велик начать нормальную, уверенную завтрашние дни жизни. Дефицит кадров сегодня остро ощущают не только в строительной сфере, но и на сельхозпредприятиях. Накануне в Касимовском районе состоялось официальное открытие исправительного центра на базе племенного завода Дмитриева. Такой же уютный, как и в Шумыше, Касимовский исправцентр оснащен всем необходимым. И здесь тоже есть, где на досуге в футбол поиграть, почитать или приготовить себе ужин после работы. Кстати, вся мебель и постельные принадлежности для учреждения были произведены осужденными в исправительных колониях. Касимовский исправцентр рассчитан на 150 осужденных. Сегодня здесь уже отбывают наказания более 80 человек. И все они трудоустроены на объектах фермерского хозяйства. Хозяйство большое, 2500 голов. Рабочих рук катастрофически не хватало. Они в основном у нас уход за животными, но они во всех отраслях, если в колхозе сказать, и на стройке, и на пилораме, везде они дисциплинированы, стараются все выполнять, что им не скажут, что делают они. Сами отбывающие наказания условиями труда довольны. Вот правда попасть сюда может не каждый, и такую возможность нужно заслужить. Отбывал наказание в колонии строгого режима ИК-5. За добросовестное отношение к труду и хорошую характеристику подал ходатайство по поводу перевода на более облегченные условия содержания. Многие стараются, зарабатывают поощрение в лагерях и стараются уйти на исправительные центры. Потому что в дальнейшем можно подать, отбывая здесь тоже добросовестно свой труд, можно подать на условно-досрочное освобождение. За свой добросовестный труд Иван получил возможность свободно встречаться с родственниками. По выходным к нему приезжает девушка и тетя. Кроме того, он получил дополнительную специальность – пекарь. И после освобождения планирует начать жизнь с чистого листа. Нашим осужденным остается только исправляться и работать. Все условия для них созданы. Прекрасный исправительный центр получился. Это в первую очередь рабочие места и рабочие руки, которых, к сожалению, категорически не хватает. Тем более в таком востребованном направлении, как сельское хозяйство. У нас здесь вы, я думаю, уже видели, строится и развивается большое предприятие. Исправительный центр в Касимовском районе стал пятым в Рязанской области. Всего на данный момент в регионе более 600 осужденных отбывают наказание в виде принудительных работ. До конца года в эксплуатацию введут исправцентр на базе автоагрегатного завода в Скопине. Практика передовая. Компании получают рабочие руки, осужденные – возможность зарабатывать, общаться с родными и близкими. И выйти на свободу уже профессионалами. А значит, уже никогда не приступать к закону и начать жизнь с чистого листа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова